Превратить мир в радиоактивный пепел Москва грозит уже не первый год. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины шантаж ядерной дубинкой в России вошел в привычку. Но к исходу восьмого месяца войны в Кремле, что называется, переобулись в воздухе. И внезапно обвинили Украину в желании взорвать грязную бомбу. Мол, у Киева есть целый план, как замаскировать подрыв под внештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Российский министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье обзвонил сразу четверых своих коллег из стран НАТО с предупреждением. Если ядерный взрыв, то это не Москва, а Киев его коварно подстроит. Что из этого вышло, разбираемся в этом видео. Но сначала просто понаблюдаем, как информация о грязной бомбе появилась, обрастала леденящими подробностями и только потом оформилась в заявление чиновников. Итак, воскресенье, 23 октября. Лента новостей, госагентство РИА Новости. Именно здесь в 8 утра появляется сообщение о подготовке Киевом страшной провокации. Через час оно разлетается по всем кремлевским СМИ. А от российского Минобороны ни звука. Первое сообщение от министра оборонного ведомства зафиксировано в 13.35. Кремлевский режим – это режим шпаны по менталитету. А шпана навсегда пробует действием, а что можно, что ей позволено, за что она не получит серьезно по морде. Я думаю, что они что-то подготовили, какую-то гадость. И они сейчас тестируют, а какая будет реакция Запада. Типа подготовить мировое общественное мнение, что это все то, что плохое, что происходит. Там угроза взрыва атомной станции, плотины, грязные бомбы. В этом все делают украинские силы, для того, чтобы опорочить честное имя Владимира Путина. Всего Сергей Шойгу успел позвонить четверым своим коллегам – министрам обороны Франции, Турции, Великобритании и США. По сообщениям российских СМИ, всем говорил одно и то же. В результате провокации с применением грязной бомбы Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста. А вот на сайте Пентагона о переговорах с Шойгу всего несколько строчек. Цитирую. Госсекретарь Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил необходимость продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины. После разговоров с Шойгу все четверо министров позвонили украинскому коллеге. Алексей Резников назвал обвинение Кремля актом ядерного шантажа России и подчеркнул, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии. Владимир Зеленский еще ночью записал видеообращение, назвав звонки Шойгу телефонной каруселью. Все все прекрасно понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне. Это Россия устроила шантаж с радиационной катастрофой на Запорожской АЭС. Эта траектория российских ракет проходит над украинскими атомными объектами. Это российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС и шантажируют ее подрывом. По версии Американского института изучения войны, информ атака грязной бомбой в исполнении Сергея Шойгу была предпринята ради приостановки западной военной помощи Украине. Но есть и не столь очевидная причина. Путин, предполагают эксперты, таким образом пытается усадить коллективный Запад за переговоры. Да, я плохой, да, вы меня не любите, но все остальные будут хуже. И поэтому давайте лучше поскорее сядем и договоримся с тем, чтобы зафиксировать ситуацию на том уровне, в каком она находится сейчас. Часть территории Украины оккупирована, Крым российский. В чем-то Путин готов уступить, но в любом случае он должен контролировать ситуацию. И с ним надо переговариваться, чтобы война не вырвалась из-под контроля, вообще не превратилась просто в ядерный апокалипсис. По сути, в очередной раз Кремль демонстрирует заведомо проигрышную переговорную позицию не от большого ума или силы, а от полной безысходности из-за ситуации на фронте. Дела на фронте идут все хуже. Украина развивает наступление. И надо дать понять Западу, что так продолжаться не может, что если Украина и дальше будет наступать, то произойдет что-то ужасное. Это попытка запугать, шантажировать, блефовать как угодно. На кремлевский ядерный шантаж первыми отреагировали штаты и разместили в Румынии всего в нескольких километрах от украинской границы свое самое элитное подразделение – 101-ю десантную дивизию Кричащие Орлы. Формально для участия в учениях НАТО. А на самом деле именно так Вашингтон передал Москве четкий сигнал – армия США уже близко. Америка впервые за 80 лет перекинула в Европу эту воздушно-десантную дивизию.